приветствую всех радиолюбителей я сегодня подготовил довольно длинный видеоролик поэтому прошу если кто хочет узнать что будем рассматривать процессе данного ролика то устраивайтесь поудобней поехали и сегодня мы рассмотрим конструкцию светодиодной лампы но при этом не только рассмотрим но и соберем своими руками иными словами это один из самых интересных видеороликов которые я снимал во время своей практики мы будем вот в обычной лампе накаливания делать светодиодную лампу пригодная для скажем бытового освещения сейчас в данный момент у меня в руках 60 ваттная лампочка вообще имеется в продаже лампочки разной марки там разных размеров это вот довольно маленькая есть аналогичные лампы у которых больше стекло поэтому имеется если у вас важен возможность уберите лампочки побольше поскольку могут иногда возникать проблемы с вот монтажем внутри лампы а так это обычная лампочка что дальше нужно нас нам для работы это кусочек монтажной платы с отверстиями но кто не ленивый то может вот протравить платку на фольгированном бите на стекло текстолите эти платы нужны нам для размещения светодиодов кусочек олова желательно в баллончиках со встроенной как бы канифолью паяльный жир или любая паяльная кислота для пайки скажем стальных предметов светодиоды это 3 миллиметровые светодиоды которые продаются ну в фонариках есть если купить вот фонарик со многочисленными светодиодами то выйдет дешевле чем покупать отдельно светодиоды в общем случае нам нужно 3 миллиметровые сверх ярких белых светодиодов порядка 22 штук я очень советую брать светодиоды с одинаковой партии с одной и той же партии вот у меня две порции светодиодов стоят почему я их разделил поскольку они разные партии могут отличаться света отдачей дальше плёночный конденсатор на 400 вольт советую хотя у меня на 250 но лучше запасом 400 вольт взять конденсатор с ёмкостью 0.22 микрофарада именно такой конденсатор нужен поскольку сам сам светильник будет питаться по бестрансформаторной схеме где конденсатор играет роль тока гасителя поэтому ёмкость строго нужно подобрать 0.022 или 0.02 микрофарада рабочее напряжение как уже сказал лучше 400 вольт дальше нам нужно 3 диода зенера на 113 ватта это обычный стабилитрон на 15 вольт таких стабилитронов нам нужно 3 штуки дальше диодный мост в качество выпрямителя я выбрал в я выбрал готовый диодный мост ну такие можно купить я сейчас продиктую маркировку это db107b db107b но можно использовать также отдельные диоды собрать из 4 маломощных выпрямительных диодов полноценный диодный мост и заменить вот готовой сборкой подойдут для этих целей отлично диоды серии 1n4007 это выпрямители малой мощности с обратным напряжением в 1000 вольт и с допустимым током 1 ампер дальше эти диоды я поставлю сторонку поскольку их использовать не буду резистор ограничительный с мощностью скажем от 0.25 до 1 ватта резистор на 22 килоома резистор ограничительный 1 ом мощность рассеивания где-то но 25 ватт также еще один резистор нам нужен на от номинал может отклоняться мощность любая от 0.125 до 1 ватта этот резистор нужен для того чтобы разрядить конденсатор его можно исключить из схемы но мы все таки параллельно установим конденсатор номинал этого резистора от 100 килоом до 1 мега ома мощность не принципиально повторяю также нам пригодятся пинцеты сама лампочка накаливания мультиметр и конечно же желательно иметь доступ к интернету поскольку расчет светодиодов мы будем делать именно с помощью программы которая описана на сайте сейчас я покажу дальше зажигалка бутановая с температурой нагну нагрев там идет температура пламени 1150 градусов по заявке производителя в чем я не сомневаюсь реально иметь такую температуру ножницы самые обыкновенные и кусочки проводов любого абсолютного диаметра желательно многожильные и напоследок конечно же желательно иметь вот такой такой подсветку для того чтобы удобно было работать с маленькими компонентами скорее всего я буду его использовать в ходе нашей беседы давайте же рассмотрим нашу схему вот перед вами простая схема балласт конденсатор в роли балласта ну схему мы рассматривали неоднократно без трансформаторный обычный источник питания с примененными с примененным цепочка вот стабилитронов на 15 вольт каждый стабилитрон то есть суммарное вот общее напряжение стабилизации этого этой линейки составляет 45 вольт ограничительный резистор для питания светодиодной линейки диодный выпрямитель как уже пояснил можно собрать из четырех маломощных выпрямителей сам конденсатор 0,22 микрофарада и параллельно конденсатору стоит резистор на скажем от 100 до 1 мега ома мощность как уже заявил не принципиально разогреем по-быстрому паяльник и давайте изначально соберем нашу схему блока питания нет давайте начале я поясню вам как разобрать лампу вот лампочка как мы знаем довольно хрупкая и вот простыми ударами под соколю может можно разбить лампочку поэтому очень советую вот мою технологию которую я придумал да разогреть в чем же суть да если разогреть лампочку до довольно высокой температуры то стекло будет плавиться в свою очередь если мы постепенно цоколь будем разогревать и одновременно будем как бы дергать да за цоколь то мы получим ровный надрез при этом ничего не нужно делать но это дело я собираю советую вам делать в перчатках потому что вот нагревается цоколь до красна практически да я сейчас буквально на секундочку уйду принесу перчатки наденем только одну перчатку не та рука к сожалению ладно пусть будет так давайте нагреем точнее попытаемся зажечь нашу зажигалку бутан но она у меня довольно капризная зажигалка у нас включилась и давайте нагреем соколь как изначально сказал ну пламени чуть не управляемая у меня проблема с газовым резервуаром равномерно снизу нагреваем соколь лампочки при этом я эту операцию советую делать в специальных очках поскольку тут нагрев идет очень сильный поэтому может лампочка лопнуть да если непосредственно смотрите соколь буквально развалился сам по себе даже ничего я не дернул смотрите довольно ровный надрез мы получили но осторожно будьте крайне поскольку сокол еще горячий у меня чуток даже покраснел со стороны все это дело видно поставим соколь остывать где-то вдали от нашего стенда и вот такая лампочка у нас ну такая колба своего рода получилось пока еще тепленькая и и мы оставим на потом поскольку мы будем переделывать ну размещать в этой колбе нашу цепочку светодиодов но желательно вот тоже поставить в сторонку и быть крайне аккуратным поскольку лампочка сама хрупкая и все что остается сейчас нам сделать это собрать все дело по схеме которой я пояснил но использовать плату для нашей схемы мы не будем просто все соберем навесным образом поскольку тут аккуратность не настолько важно вот изначально резистор на меня пятьсот шестьдесят килоом давайте запаяем я сейчас присяду давайте запаяем на наш конденсатор он подключается довольно просто параллельным образом непосредственно на выводы конденсатора вот именно поэтому я собиралась советовал вам использовать то олово которое в баллончиках крайне удобно с таким оловом работать вот и все такая заготовочка у нас получилось параллельно конденсатор к резистору дальше желательно вот использовать кусочек провода для вот подвижного монтажа запаиваем на один из выводов конденсатора на любой вывод как мы знаем пленочные конденсаторы том числе и керамика не имеет полярности запаиваем проводок дальше этот провод нам нужно отрезать где-то в районе вот трех сантиметров но это даже много потом мы все когда упакуем будет ясно сколько провода нам нужно очищаем кончик провода и сразу давайте залудить таким вот простым образом дальше нам нужно еще нам нужен еще один такой провод отрезать ну порядка вот двух сантиметров не более нам этот провод нужен нужен для стыковки диодного выпрямителя с основным с основным нашим конденсатором ну можно конечно же напрямую выводы моста запаять конденсатору но таким в таком случае ну как мы знаем в цоколе лампа у нас места мало и может все не войти по а вот с такой стыковкой у нас получается как бы передвижной диодный мост который можно настроить до запаиваем этот кусок провода к свободному выводу нашего конденсатора вот все дальше смотрим внимательно на диодный мост вместо на место входа переменного тока их в мосту как мы знаем 2 2 штуки запаиваем один кончик вот этого нашего провода который выходит из конденсатора таким вот простым образом мы получили довольно интересную конструкцию почти у нас все уже готово дальше нам нужен еще один кусочек провода примерно с длиной где-то в 3 3 3 с половиной сантиметра этот провод у нас будет запаян к свободному вот месту где ходит входит переменное напряжение не следует торопиться я конечно же тороплюсь поскольку время все таки довольно у нас ограниченное вот столько примерно отрезаем кончик провода очищаем и точно таким же образом нужно заводить кончик вот и все такая вот заготовочка у нас получилось ну по сути у нас мост готов то есть мы получили вот выход выход это плюс и минус и и два провода свободные по две свободных конца которые нужно подать на все 220 вольт непосредственно дальше нам нужно собрать линейку из стабилитронов для этого очень удобно использовать вот какие диоды зенера как я уже сказал с мощностью в полтора ватта ну 1 и 3 от 1 ватта при этом стабилитроны внимательно подключается последовательно то есть анод к катоду скручиваем вот так между собой стабилитроны и место стыковки нужно опять же запаять вот такая заготовочка у нас должна получиться вот я зашёл на сайт и вот смотрю что программа расчёта светодиодов показывает мне чуть иные параметры чем я изначально хотел использовать вот параметры в частности резисторов ограничительных то есть тот резистор который я советовал поставить на 2,2 кОм должен иметь номинал в 330 Ом а также рабочие напряжения вместо 45 вольт то есть 3 последовательных стабилитронов с напряжением стабилизации в 15 вольт будем мы использовать 2 стабилитрона этим резким образом уменьшим напряжение питания вот так всё это дело выглядит можем увидеть батарейку питания резистор на 330 Ом который питает нижнюю линейку светодиодов и резистор на 1 Ом который питает верхнюю линейку светодиодов задействовано как я напомню сейчас сколько у нас там было 22 светодиода всего светильник то есть у нас будет из 22 светодиодов ну ничего страшного мы заменим наш только вот резистор тут кстати программа показывает довольно четкие параметры начиная от мощности рассеивания на светодиоде там на резисторах также потребляемая мощность всех всей энергии вот камера четко фиксирует потребляемая мощность светильником 965 милливатт дальше потребляемый топ 32 миллиампера рассеиваемая мощность на светодиодах 880 милливатт или 890 что-то нехорошо видно дальше рассеивая мощность на резисторах R1 026 милливатт и R2 84 милливатта также помимо этого вот четкая световые маркировки кольцевые показывает программа также в случае R1 это коричневый черный 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 серебряный то есть 1 Ом и оранжевый черный черный золотой это 337 ну конечно золотой это стандартное кольцо на всех резисторах нужно то есть нужно запоминать три кольца вот так же четко есть у нас ну ссылка скорее всего будет в описании на программу смотрите вот в случае первой линейки то есть к которому подключен резистор в 1 Ом подключены лампы от LED одного то есть от первой до 12 лампы а ко второму резистору у нас подключается от 13 до 22 лампы ну с программой надеюсь все понятно можете изучить подробно ее довольно кстати хорошая программа я очень и очень часто пользуюсь этой программой ну давайте в свою очередь перейдем мы к нашему светильнику вот так я поставлю камеру чтобы максимально показывать вам всю детальность нашей работы так перед началом сборки хочу чтобы вы проверили все светодиоды на исправность поскольку именно из-за проблемы с одним светодиодом простите могут может у вас весь светильник не заработать ну вот у нас получилась такая заготовочка из двух стабилитронов давайте же проверим нашу схему насколько она рабочая для этого я уже прицепил сетевой шнур к нашему блоку который изготовили из конденсатора и выпрямителя и подключаем стабилитроны я сейчас покажу детально вам по схеме стабилитроны это не идиоты в обратном направлении вот так очень нужно катод к плюсу а нод к минусу то есть обратное подключение в противном случае стабилитрон будет работать как обычные выпрямительные диоды скорее всего у вас будет короткое замыкание если смотреть вот черная черточка подключается подключается вот на стабилитроне черные черточки имеется этим концом стабилитрон подключается к плюсу нашего диодного моста это очень важный факт и нужно учитывать чтобы потом не жаловаться что схема что схема не заработала подключаем подключаем вот второй вывод это просто мы подключаем для проверки нашей схемы и конечно же непосредственно в сеть но если кто не знает я всегда советую использовать преобразователь напряжения для безопасного запуска схемы преобразователи как мы знаем имеют ряд защит так ставим мультиметр наш в режиме измерения постоянного тока в пределах до 200 вольт почему не 20 поскольку уже поняли что у нас напряжение в районе 30 вольт будет включаем только осторожно никаких дымошумовых эффектов не было я подключил сеть схему теперь нам нужно проверить напряжение на плюсе и минусе нашего диодного выпрямителя крайне-крайне не советую работать оголенные у меня провода так никогда не работайте я уже в этом довольно долгое время поэтому рискую у нас вот небольшая проблема напряжение стабилизации 15,2 вольта не знаю почему видимо у меня стабилитроны по ходу попались не те которые нужно ну ладно сейчас мы заменим стабилитроны и перейдем дальше к большому сожалению мне в магазине почему-то продали стабилитроны на 7,5 вольта ну вот такую сборку мы сделали с вами конечно же напряжение стабилизации данного данной цепочки довольно мало поэтому для наших целей не подойдут но конечно же можно использовать и такие стабилитроны просто нужно рассчитать количество стабилитронов чтобы получить определенное напряжение стабилизации в данном случае если бы мы попытались использовать такие стабилитроны то нам бы понадобилось целых 4 штук взамен вот за кадром я нашел отечественный из старого хлама отечественный стабилитрон типа КС-500 сейчас посмотрю КС-531В КС-531В это отечественный стабилитрон с напряжением стабилизации номинальная 31 вольт максимальная 32 то есть точно такой который нам нужен именно это напряжение нам нужно дальше также за кадром я вот цоколь вы помнили да с нашей лампы нужно удалить все стеклянные части цоколя также держатели нити накала в общем оставить голую алюминиевую прокладку основание и конечно же заднюю изоляционную часть с контактом дальше в этот контакт нужно запаять у него есть отверстие то есть с пайкой никаких проблем не будет нужно запаять провод это у нас будет вход 220 вольт второй провод нужно запаять непосредственно на контакт но прежде чем собрать все в единую кучу нам конечно же нужно все это дело протестировать а для того чтобы протестировать нам нужно собрать линейку наших светодиодов вот на такой монтажной плате как я уже сказал вот нарезал несколько вот пластинок ровного ровных размеров вот они одинаковые и так вот одну часть я запаял вот мы должны получить вот на пластинке вот такую сборку из шести последовательно соединенных светодиодов последовательно соединенных запомните не параллельных при этом нам нужны три такие заготовки поскольку в общем случае у нас будет вот в лампочке нашей в нашем светильнике точнее будет вот такая треугольная форма со всех сторон по шесть светодиодов на каждой платформе при этом у нас еще на верхней части должна крепиться отдельная платформа с несколькими светодиодами это делается для того чтобы получить максимально интенсивный свет чтобы свет от лампочки распространялся по всем сторонам одинаково так как например отдают свет обычно светодиодные прожекторы то есть в направленную сторону таким образом наш светильник вполне будет пригоден для скажем освещения малых территорий при этом мощность вы можете конечно же увеличить или уменьшить изменением количества светодиодов также повышать повышаем напряжение повышением напряжения мы можем скажем подключить больше светодиодов так в конце мы сделаем расчет нашего светильника но и сейчас давайте подключим несколько светодиодов я поясню как это надо сделать для для этого у меня светодиоды отлетели в стороны для этого берется светодиод подключается ну вставляется точнее в отверстие при этом нужно обязательно соблюдать полярность я сейчас это все буду делать увеличиваем зум чтобы максимально видели и поехали музыка Таким образом у нас получилось несколько вот таких точнее 3 основные сборки светодиодов, 2 сборки по 6 светодиодов последовательно подключённых, т.е. 12 суммарное количество всех светодиодов вот этих двух модулей подключены последовательно и для теста я подключил напрямую к нашему блоку питания на бестрансформаторной основе. Сейчас я запущу схему, напомню, что на выходе нашей схемы полностью безопасное напряжение, потому что задействован стабилитрон. Сейчас мы запустим нашу схему и будем наблюдать, как горит. Достаточно ярко, вот смотрите, наш модуль горит. Это свидетельствует о том, что работает он очень даже нормальный. На камере вы можете наблюдать мерцание некоторое, но уверяю, вот если смотреть реальным глазом, абсолютно никакого мерцания тут нет. Вот оба у нас модуля горят. Сечение такое яркое, что я просто довольно трудно передаётся, не видны светодиоды, вы видите световой пучок. Насчёт подключения я уже пояснил. Мы пока что подключили два модуля с ограничительным резистором в один Ом, который показывала нам программа. Если кто не успел посмотреть, то смотрите, в начале схемы я на компьютере показывал подключение определённое. И сейчас вот эта часть у нас готова. Я сейчас переключусь, чтобы максимально компактным образом оформить наш блок питания, установить в цоколе. Также нам понадобится клеевой пистолет или импульсный паяльник, как в моём случае, чтобы укрепить всё это дело термоклеем. То есть, нам нужно, как вы поняли, как я изначально вернее сказал, нам нужно собрать вот такой треугольный блок, максимально похожий на треугольник. Почему именно треугольник? Потому что квадратная форма у нас не поместилась в лампочке. Но, повторяю, если у вас есть другие более большие лампочки, можете установить, сделать блок любой формы. А для укрепления трёх блоков вот этих вместе, таким вот образом, треугольной формы, нам обязательно понадобится либо изолирующий клей, изоляционный, который одновременно является изоляцией, либо клеевой пистолет. Почему нельзя использовать, скажем, суперклей и подобный ему клей? Дело в том, что моментальные клеи, как право, делаются на химической основе. Ну, впрочем, все клеи на химической основе. Но суперклей имеет сопротивление. Запомните это, в дальнейшем тоже пригодится. Я делал довольно много опытов на основе суперклея. Он имеет сопротивление, которое будет нам мешать, поскольку тут напряжение довольно большое на светодиоды подаваемые, поэтому нельзя применить суперклей в нашем деле вообще. Сейчас я переключусь, зафиксирую все модули, которые имеются. Также, вероятно, верхнюю пластину со светодиодами тоже устанавливаю и покажу, как всё это будет выглядеть в готовом виде. Затем только мы поместим в корпус, конечно же, после теста. Мы, в итоге, собрали почти всю конструкцию нашего светильника и, в итоге, у вас должна появиться вот такая простая заготовка. Три модуля по шесть светодиодов на каждом, скреплены в виде треугольника. Скрепил я их, как уже сказал, термоклеем, вот чётко виден термоклей. Также платформа в виде треугольника, на которой укрепил я последовательно пять светодиодов, со своим ограничительным резистором они подключены к одному из этих модулей. Изначально я привёл схему, по которой должны подключаться светодиоды. Точнее, не я, а программа на сайте. Так, на самом деле, изначально, кто смотрел ролик, должен заметить, что мы собирались использовать 22 светодиода, взамен я поставил 20, сколько там, ну, добавил 2 светодиода, то есть, 24 светодиода в общем количестве. Почему? Дело в том, чтобы добавил светодиоды сверху, чтобы не портить основной внешний вид треугольника, поскольку на самом треугольнике, то есть, на плате, спокойно можно разместить пять светодиодов. Работают ли они нормально при этом? Да, на самом деле, программа рассчитывает ограничительный резистор с довольно хорошим запасом, то есть, у вас будет при расчёте с использованием программы, у вас имеется довольно большой запас, что даёт возможность безопасно использовать светодиоды, при этом в течение довольно долгого времени. Абсолютно идеальные расчёты, но всё-таки запас имеется, и один-два светодиод можно поставить, но крайне не советую. Почему? Дело в том, что при подключении одного-двух светодиодов вам нужно изменить номинал либо резистора ограничительного, который питает модуль, либо повысить напряжение питания. В обеих случаях это приводит к ненормальным результатам, то есть, к нежелательным результатам, у вас один модуль может гореть поярче, второй тускло и так далее. И чтобы всё нормально работало, советую соблюдать программу. Но пользоваться программой довольно легко, можно поставить нужное напряжение, которое у вас входит в светильник, т.е. в данном случае у нас ограничитель на 30 вольт, мы рассчитали, два резистора получилось у нас, 330 и 1 Ом. Ну, 1 Ом – это защитный, конечно же, резистор, его не советую убирать. Что даёт нам эта схема? Ну, конечно же, можно взять, к примеру, рассчитать при использовании довольно больших количеств светодиодов, можно взять, скажем, рассчитать только резистор. Кстати, на сайте есть программа также, которая позволяет, та же самая программа позволяет вам рассчитать резистор при том случае, если у вас вся цепочка питается от сети 220 вольт непосредственно, т.е. никаких бестрансформаторных блоков питания не задействован. Но почему не советую именно, точнее, советую именно по бестрансформаторной схеме со стабилизацией напряжения? Во-первых, при перепадах может выходное напряжение отклоняться от номинала. При задействовании стабилитруна у вас напряжение остаётся стабильным, независимо от перепадов сетевого напряжения. Во-вторых, имеется функция настроить ток любого номинала. Т.е. с повышением напряжения, если поставить стабилитрун на большее напряжение, то у вас ток не изменяется. Дальше, при задействовании одного светодиода ограничителя от сетей, на резисторе будет рассеиваться большая мощность. Следовательно, резистор сетевой нужно подобрать с довольно большой мощностью. Я тут посмотрел, также по расчёту показывают где-то двухваттный резистор, потестировал. Даже двухваттный резистор довольно прилично греется, если задействована цепочка светодиодов, скажем, 20-25 светодиодов. А наша схема не перегревается, работает стабильно, не боится коротких замыканий, перепадов сетевого напряжения, потребляет крайне малое количество энергии. Также тут нет никаких частей, которые бы перегревались. То есть, зафиксировать термоклеем или зафиксировать любым, скажем, другим клеем, кроме суперклея, который я пояснил, почему нельзя, можно, поскольку лишнего тепловыделения в нашей схеме не наблюдается. Сейчас, пожалуй, мы демонтируем некую часть схемы, точнее, блок. Поставим наш… Сейчас поближе ещё раз покажу. Поставим, закрепим верхушку тоже термоклеем, укрепим наш бестрансформаторный блок в патрон непосредственно. А как закрывать всё это дело, я опять же вам покажу. Закончили мы нашу работу по сборке светодиодного светильника своими руками. Я хочу заметить, что у меня возникли довольно большие проблемы с пайкой алюминия, поскольку один из сетевых выводов нужно было запаивать на соколь лампы, который в моём случае был алюминиевым. Ну, очень редко хочу заметить, что попадаются алюминиевые соколи. В основном они бывают, как правило, из никеля, нержавейки и стали. Я в ходе работы использовал паяльную кислоту, но потом выяснилось, что ни паяльный жир, ни паяльная кислота не могут справиться с данной работой, поэтому пришлось идти на альтернативу. В чём она заключалась? Был использован импульсный паяльник. С помощью плавления проводов стыковал цоколь с основным проводом сетевым. И, конечно же, место пайки такой. Пайки, если это можно назвать, скорее всего, это сварка. Место сварки зафиксировал клеем. Вот видно клей и вот внутренняя сторона. Основная часть рабочая, то есть блок питания, изолировать обязательно с помощью обыкновенной изоленты и поместить в цоколь непосредственно. И вот у нас два провода, идущие в основной светильник. Сейчас давайте же мы рассмотрим, каким образом работает всё это дело. И я сейчас подключаю сеть 220 Вольт. Буду использовать вот такой оголённый провод, поскольку у меня, к сожалению, на данный момент соответствующего патрона под рукой попросту нет. Но, опять же, с целью безопасности крайне не советую работать с оголёнными сетевыми проводами. Лучше взять безопасный более способ, иными словами, поместить цоколь в патрон соответствующий и включить в сеть 220 Вольт только после того, если уверены, что вся основная часть у вас схемы работает. Попробую я иду таким способом на большой риск. Подключаю сеть. Стоит лишь дотронуться до кончиков, и довольно, может быть, и смертельно опасным. Напряжение. Сейчас я зафиксирую. Убираем свет на время. Всё работает чётко, как и положено. Ярко светится наш светильник, все светодиоды в норме. Выключаем сетевой провод. Что нам сейчас нужно сделать? Поскольку основной светильник у нас полностью готов, нам нужно только поместить её в колбу. А для того, чтобы всё это дело держалось удобно, нам нужно держалось, точнее, стабильно. Вот таким образом нам нужно всё это зафиксировать термоклеем. Делать это довольно просто. Я сейчас, пожалуй, покажу, как всё это делается. Для начала берём наш импульсный паяльник. Я сейчас чуть ток отдалю зум, чтобы максимально была понятна наша работа. Не удаётся всё привыкать к новой камере. Надеюсь, так всем понятно будет видно. Включаем наш импульсный паяльник непосредственно в 720 В. Дальше нам нужно нарезать несколько кусочков термоклея. Как вы уже заметили, клеевой пистолет я вообще почти не использую. Точнее, у меня нет его под рукой, но если бы даже был, я бы не использовал. Паяльник лучше. Так. Отрезаем несколько кусочков термоклея. Любого, абсолютно любого диаметра. Нам диаметр не важен, поскольку используем не для пистолета. 5-6 кружков нам достаточно. Сейчас нам нужно зафиксировать нашу рабочую часть. Точнее, нашу силовую часть со светодиодами. Кстати, колбу желательно укрепить с помощью обычного скотча. Конечно же, можно для надёжной стыковки использовать также термоклей, суперклей. Тут уже суперклей нужно использовать. Термоклеем мы фиксируем ту сторонку нашего модуля, в котором она должна держаться на патроне. Не спеша усаживаем ровно термоклей. С термоклеем будьте предельно осторожны. Это из своего опыта я говорю, поскольку в ходе этого ролика я довольно серьёзным образом обжёгся. И это не единственная рана в ходе сегодняшнего ролика. Да, боль была жуткая, когда горячий термоклей капает на палец. Самое плохое заключается в том, что убирать никак нельзя. В случае олова до несколько движений олова можно убрать. Но термоклей буквально остывает до остывания. Причиняет жуткую, очень жуткую боль. Недостаток, наверное, такого паяльника именно в том, что он расплавляет термоклей до жидкой степени. Для такой, что термоклей может капать на руки. Вот так чуточку мы должны подержать, пока термоклей у нас остынет. После этого стадия укрепления ещё не завершена. Нам нужно с боковых сторон тоже зафиксировать модуль термоклеем, чтобы всё держалось довольно крепко. Можно также использовать в качестве стыковочного материала вместо термоклея любой клей, который при высыхании образует некую материю. В числе таких клеев может быть особо прочный клей-момент, которым довольно часто пользуюсь. не буду показывать, чтобы не выглядела как рекламная статья. Поскольку все наши видеоролики, исключительно все, не делаются как рекламные. То есть, они абсолютно предназначены все для начинающих радиолюбителей. Уже почти у нас термоклей, который основание держит, подсох, точнее Уже закрепился, остыл. И можно уже... Ну, не совсем у меня ровно получается. Я сейчас всю эту работу делаю в 3 часа ночи. В течение целого дня мучился над данным светильником. Вот честно должен признаться, что работа только с первого взгляда. Кажется, что она такая, ну, не масштабная. Но на самом деле работа довольно масштабная. Но собрать все-таки своими руками светильник, который наподобие магазинных и даже лучше довольно хорошо. Ждём пока наш паяльник. Не знаю, почему из моего паяльника в данный момент дым пошёл, хотя такого никогда раньше не случилось. Этим паяльником импульсного типа самодельным пользуюсь уже не первый год. Именно только для плавки термоклея. Вообще для плавки олова, как правило, пользуюсь более компактными и более удобными паяльниками. Так, ещё несколько манипуляций, и светильник у нас будет полностью готов. Вот, вроде и всё. Ждём пока всё это дело остынет. В ходе работы советую максимально уделить внимание на ровность. У меня, поскольку не очень ровно получилось, но главное, что всё это дело работает. Можно подуть чуток, чтобы термоклей высохл быстрее. Ну ладно, пусть он высыхает, но советую держать под вниманием, чтобы избежать неровностей. Вот, в целом, у вас должна получиться такая вот мини-заготовка. Ну, насчёт расчётов конкретных. Мы использовали в данном случае два расчёта. Первый – рассчитали ток балластного конденсатора нашего в пределах 15-16 мА. То есть, наш светильник на выходе нашего блока питания ток в 16 мА, что вполне достаточно для безопасной работы светодиодов. Именно поэтому я вначале вам не посоветовал использовать более ёмкие конденсаторы. Даже конденсатор с ёмкостью 0,33 мкФ обеспечивает ток более 20 мА. Поэтому именно 0,22 мА нужно использовать, чтобы светодиоды горели безопасно. Всё, у нас уже подсох. Также мы использовали программу для расчёта соединения светодиодов. Программа, как уже сказал, очень хорошая и не раз опробована мною. То есть, любой расчёт светодиода я делаю именно по этой программе. Ссылка будет появляться в ходе ролика, и вы можете перейти, посмотреть, что как работает. Довольно простая программа. Начинающим, наверное, будет очень интересно. Дальше, друзья, осталось лишь укрепить колбу, и этим наш светильник будет полностью готов. Смотрите, я не ровно просто оформил всё это дело, но Ситуацию, конечно же, в дальнейшем можно изменить, но видеоролик исключительно для обзоров. Такой светильник, скорее всего, у меня будет на память. Остается, будет оставаться, вернее. Советую для этого, как уже сказал, использовать вот такие разновидности скотчев. Широкий или тонкий? Ну, предпочитаю тонкий, поскольку им более детально можно оформлять две части. Ещё одна трудность вот передо мной – не удаётся найти край скотча. Всем, наверное, знакомая проблема. Долго мучаются, чтобы найти край. И что самое интересное, в каждый раз, хочется запоминать, что в конце работ со скотчем нужно как-то зафиксировать край, чтобы он не пропадал, но в каждый раз забываешь, как право. Это, думаю, многим знакомо. Аккуратно, крайне аккуратно, чтобы не сломать нашу лампочку и максимально старайтесь ровно укрепить колбу, чтобы всё было похоже на лампу. И, заметьте, не советую спускаться, обмотать скотчем резьбу. То есть, можно лишь на треть резьбы обмотать скотчем, а дальше – это, конечно же, контакт, который нужно укрепить в патрон соответствующий. Поэтому, если весь контакт закрыть, у вас, скорее всего, лампочка при подключении не будет работать, придётся отматывать скотч. Подниматься вверх по колбе можно, до вот этой части можно. В чём отличие, в чём достоинство светодиодных лампок? Конечно же, все, наверное, знают, у нас был ролик. Как раз такие лампочки такой малой мощности можно использовать, но они абсолютно не перегреваются за счёт встроенного без трансформаторного источника КПД на очень высоком уровне. Должен заметить, что КПД вот этой лампы выше, чем КПД профессиональных светодиодных прожекторов со встроенными высококачественными драйверами. То есть, именно эти лампы советую использовать, если, ну, например, освещаете маленькую комнатку, ну, там, кухня, туалет, сортир, да, мягко выражаясь. Ну, наверное, достаточно. Отрезаем скотч зубами, как это принято у электронщиков. Всё, друзья, закончили мы этот долгий проект, кропотливый, да, простите за то, что камера иногда не фиксируется, это не моя вина. Так. Вот. Вот оно. Чудо. Давайте ещё раз напоследок подключим. При этом… Нет, цоколя у нас нет, я забыл. Убираем всё, подключаем, выпрямляем провода наши сетевые. Давайте подключим. Как бы мне подключить, чтобы было вам понятно, насколько эта лампочка красива. Давайте я скотчем быстренько оформлю. Ну, конечно же, так нельзя делать, просто оформляю для ролика. Опять зубами. Ну и так, как-то так, да. Эту часть можно паяльником чуток укрепить. Не получается как-то. Ну ладно, пусть будет так. Эх, включаем в сеть 220 Вольт непосредственно. Убираем свет. Мерцание, повторяю, что никакого нету, просто камера плохо передаёт. Свет такой лампы довольно интенсивный, во все стороны светит. Вот верхняя часть 5 светодиодов. То есть, мне довольно повезло, все светодиоды светятся одинаково. Ну, если сравнить, допустим, с лампочкой накаливания, то светоотдача, ну, равномерно лампе накаливания, скажем, в 40 Ватт, не более, думаю. Ну, 30 Ватт. Ну, может и 40. Светит довольно хорошо. То есть, для малых комнат, скажем, там, 10-20 квадратных метров, ну, 20 это уже преувеличил, ну, 10 квадратных метров, ну, можно использовать такую одну лампочку для освещения. Как её выключить, сейчас поймём. Вот так. Просто на тройничок я навешал много чего, поэтому не разбираться никак, что где подключено. Можно, конечно же, вот убрать уже контакты, но потом я это всё уберу. Скотч дополнительный. Такая у нас лампочка светодиодного типа получилась. То есть, можете изготовить из старых и из новых ламп накаливания. Можете вот именно по такому принципу изготовить светодиодный светильник, полноценная лампочка на самом деле. Абсолютно любой мощности при этом важно лишь использовать, ну, рассчитать хорошо схему, подобрать по свои нужды, как бы рассчитать ток. Можно, конечно же, задействовать более мощные светодиоды, увеличить, уменьшать количество в зависимости от той яркости и мощности, которую нужно получить. Ну, а что и остаётся наш... Наверное, давайте ещё рассмотрим мощность, поскольку многим, наверное, непонятно, как рассчитывается мощность. Во-первых, мощность довольно просто рассчитать. Но нужно всего лишь знать, сколько, в общем случае, потребляет наш светильник и какое напряжение поддаётся. А в нашем случае, вот я в математике довольно слаб, а в нашем случае ток в амперах обязательно нужно рассчитать. В нашем случае 0,015, то есть 15 мА. 0,015, если более округлить. 0,015 нужно умножить к напряжению, то есть в нашем случае это было сколько там, 30 В. Мы получаем мощность в ваттах, то есть можно детально понять, какой мощности наш светильник. И на этом принципе вообще можно рассчитать мощность любого прибора. То есть если мы имеем потребление, то есть какой ток потребляет схема и имеем напряжение питания, то легко можно узнать мощность потребляемую. На этом, думаю, всё. Пока Кассиан. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на наш канал и посещайте наш сайт. Пока.